12 января Рамзан Кадыров назвал представителей вне системной оппозиции предателями и врагами народа, которых надо ни много ни мало судить по всей строгости. Похоже, чеченскому боевику Кадырову, убивавшему русских, теперь мало быть самым главным и самым наглым в своей республике. Он хочет загнать в архаизацию и всю Россию, граждан которой оскорбляет и унижает. И напрасно пресс-секретарь президента господин Песков бросился на амбразуру, пытаясь объяснить, что, дескать, ничего такого особенного Кадыров не сказал, мол, он имел в виду исключительно внесистемных либералов-западников. Песков – эдакий толкователь Кадырова. Спасибо большое. Кадыров может не знать в институте, в котором он как бы учился, тему диплома, который он как бы защищал. Но полагать, что он не понимает, кто в стране есть оппозиция, а кто так – клоуны на поводках. Но нет, он же не идиот. Во-первых, никакой другой оппозиции, кроме внесистемной, не бывает. Что сделали оппозиционного, так называемые системные? Кто там? КПР, Справедливая Россия, ЛДПР? Что они вообще все делают? Вид? Они делают вид, что они оппозиция и выступают клоунами и статистами на шоу Владимира Соловьева. Все? В этом их предназначение. Во-вторых, эти самые либералы-западники, якобы к которым и обращены угрозы Кадырова, ну вообще ни разу не оппозиция. Что они могут? Кроме повторения одних и тех же мантр на дозволенных радио и телеканалах. И не надо дуть в уши, будто Кадыров этого не знает или не понимает. Внесистемная оппозиция – это тысячи рабочих и служащих, борющихся за свои права и потому оказавшихся вне этой бандитской системы. Это профессиональные союзы на предприятиях, которых душат российские и иностранные собственники. Это советы домов и районов, которые объединились для борьбы против очередной аферы чиновников с их капремонтом. Это дальнобойщики против новых поборов. Это народные герои, уничтоженные режимом в потому так и не свершившейся Новороссии. Это в конце концов масса простых коммунистов и просто честных граждан, которых не покажут по телевизору и не пригласят в радиоэфир. Погорячился, может, южный темперамент? Да нифига. 19 января Кадыров пошел еще дальше, заявив, что шакалы будут наказаны по законам Российской Федерации, насколько я понимаю, публично назвав всех несогласных с его и господина Путина курсом шакалами, собаками и полоумным сбродом. А закон Российской Федерации, на который ссылается глава Чечни, сильно по-разному работает в отношении обычного работяги на заводе и в отношении его, господина Кадырова, который сам себе и есть закон. Ну а что в ответ? Робкое молчание. Молчание ягнят. Ясное дело, страшно. Вон один депутат пытался возразить. Пришлось публично извиняться на следующий день. А сколько еще нераскрытых заказных убийств? Такие дела. Диаспора. И еще цитата. На страну бросают тень те, кто охраняет права очень узкого круга людей. Трудно не согласиться с этой фразой вне контекста. Действительно, интересы очень узкой группы людей охраняют всякие шакалы, собаки и прочий полоумный сброд, если пользоваться выражениями одного из самых влиятельных политиков Российской Федерации. Действительно, права и собственность узкого круга олигархов охраняют господин Кадыров, господин Путин и другие фигуры их уровня. Круто быть волком среди стада молчащих ягнят. Капитализм все переворачивает с ног на голову. Это когда в результате бандитского передела выжившие обладают такими богатствами и такой властью, что одного только этого факта им со временем становится мало. Им нужно публично оскорблять и унижать ненавистный народ, а в ответ получать повиновение и молчание. Они не просто сыты, они пересыты до отрыжки. Это когда говорят о недопустимости всеобщего образования населения. Это когда создатель величайшего в мире государства рабочих и крестьян объявляется его разрушителем. Это когда широкие народные массы объявляются шакалами, собаками, полоумным сбродом и когда им грозят расправы. Те, кто сталкивают мою страну в архаизацию, ее же жертвами и падут. Фонарный висельник с табличкой на груди «Я называл народ шакалами» — вполне реалистичная картина. Господа полагают, что им ничего не грозит, поэтому можно говорить все что угодно и делать все что угодно. А даже если в случае чего их спасет припаркованный у дома самолет. Но ягнята будут молчать не всегда. Законы общественного развития существуют вне зависимости от того, что думают о них случайные временщики у власти.